В день Святого Духа престольный праздник отметил храм музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве. Эти праздничные дни были наполнены особой радостью. В стенах уникального храма пребывала знаменитая икона Троица преподобного Андрея Рублева. Подробности в репортаже Елена Чач. Центральный алтарь храма освящен в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Однако, по традиции, эта церковь почти всегда называлась Никольской. Лишь короткий период своей истории сошественской, что, конечно, не умаляет радость престольного праздника. В свое время храм претерпел большие лишения, изменения, но вновь предстает перед нами, как великая свеча, горящая перед Богом во утешение, радость за ваши добрые, хорошие, светлые молитвы. В этом храме напоминаю о том, что в один из этих дней Духового дня молился святейший патриарх Тихон Всероссийский, ныне прославленный, как святой русской земли. История храма связана с именами многих святых, новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также со многими святынями нашей земли. Ведь он является домовой церковью при Третьяковской галерее. У людей, пришедших сегодня в храм, есть уникальная возможность поклониться иконе Святая Троица преподобного Андрея Рублева, приложиться к ней, поставить свечи. Икону традиционно приносят в храм уже много лет, в преддверии Дня Святой Троицы, и оставляют здесь на некоторое время. В храме икона находится с вечера пятницы, когда служат вечернюю и утреннюю подродительскую субботу, до дня Сошествия Святого Духа. Весь год, за исключением этих нескольких дней, она хранится в зале Государственной Третьяковской галереи. В залах Третьяковской галереи люди могут каждый день, кроме выходного дня, подойти и помолиться перед этой святыней. И работники музея очень лояльно и добродушно относятся к этому, потому что в большинстве своем они тоже приходят в наш храм, тоже помолиться. Поэтому залы Третьяковки со всеми святынями открыты для того, чтобы люди могли приходить, не только созерцать и смотреть, но также молиться. Однако люди стремятся приехать, увидеть икону и поклониться ей именно в те дни, когда она пребывает в храме. Я специально приехала, потому что такой день, и это надо видеть. Это сила, это красота, это совершенно невероятное ощущение, которое испытываешь, когда стоишь перед таким памятником. Это особая вещь. Я прихожанка не этого храма, но так сложилось, что уже в течение нескольких лет я прихожу сюда, именно к этой иконе, именно День Святого Духа, чтобы поклониться иконе Святой Троице. Я знаю, что она всегда находится в Третьяковской галереи и можно каждый день туда прийти, но это что-то, это другое ощущение. Я пришел сюда, чтобы увидеть святую же Троицу Андрея Рублева. Это одна из небольших возможностей, когда можно увидеть ее в храме, а не в музее. После обеда в День Святого Духа икона была возвращена в зал на основную экспозицию. Теперь ее принесут в храм примерно через год и снова поместят в специальный киот. Соблюдение особых условий и состояние красочного слоя позволяют выносить из залов галереи в храм и некоторые другие иконы на поклонение. При выборе вот этих икон учитываются совершенно разные параметры, но все-таки самое первое и самое главное – музейная заповедь – не навредить и сохранить не только на сегодняшний день, но и на будущее. А мы напоминаем, что в храме-музее при Третьяковской галерее есть иконы, которым можно поклониться в любой день в часы работы храма. Среди них – величайшая святыня православного мира – Владимирская икона Божией Матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова